В этом видео вы узнаете о силовом анализе планетарных коробок передач. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. В видео о кинематическом анализе коробки передач CF9HP уже кратко упоминалось, что на основе кинематической схемы можно составить структурную схему, а её в свою очередь представить в виде матрицы инциденций. Преобразуя последнюю в канонический вид, можно задать однозначные номера звеньев механизма. На практике, используя структуру планетарных коробок передач, проводят синтез кинематических схем. Но это тема отдельного видео и, возможно, не одного. При кинематическом анализе коробки передач CF9HP были определены относительные угловые скорости всех звеньев. При силовом анализе определяются относительные моменты как на звеньях, так и на элементах управления. Пример для моментов на элементах управления для коробки передач CF9HP показан на экране. Вспомним планетарный, он же дифференциальный механизм. Соотношение частот вращения его звеньев можно определить с помощью уравнения Виллиса. Здесь оно показано в самом низу экрана. В отличие от частоты вращения, соотношение моментов на звеньях дифференциального механизма всегда одинаково, независимо от частот вращения, если не учитывать трение. Если на Солнце момент равен m1, то на короне момент равен произведению передаточного отношения и момента на Солнце с противоположным знаком. Момент на водиле равен сумме моментов Солнца и короны с противоположным знаком. Таким образом, применяя к планетарному механизму коробки передач CF9HP, получаем для первого механизма два уравнения равновесия. То есть силовой анализ проводится при двух условиях. Скорости звеньев постоянны, коэффициент полезного действия равен единице. Вспомним параметры каждого планетарного ряда. Для всех планетарных рядов получим 8 уравнений равновесия. При этом есть звенья, которые входят в разные механизмы и различные комбинации соединения звеньев с элементами управления. Поэтому получаем еще 8 дополнительных уравнений. Теперь вспомним порядок переключения передач в коробке передач CF9HP. При кинематическом анализе интерес представляла информация о включенных элементах управления. На ее основе приравнивались скорости соединяемых звеньев. При силовом анализе необходимо знать выключенные элементы управления. В дополнительных уравнениях равновесия моменты для выключенных элементов будут равны нулю. Рассмотрим силовой анализ для первой передачи. Моменты для элементов управления 1, 3 и 6 приравниваем нулю. Отсюда следует, что момент на Солнце третьего механизма тоже равен нулю. Уравнения равновесия будут иметь следующий вид. Из уравнений 15 и 16 следует, что все звенья третьего механизма не передают момент. Затем исследуем четвертый механизм. Весь момент со входного вала передается через второй элемент управления. Из уравнения 3 видно, что весь этот момент передается на Солнце четвертого механизма. Из уравнений равновесия четвертого механизма находим моменты для короны и водила. Далее рассматриваем второй механизм. В уравнении 7 стали известны все данные, чтобы определить момент на короне второго механизма. Из уравнений равновесия второго механизма определяем моменты на Солнце и водиле. Приступаем к первому механизму. Из уравнения 2 определяем момент на короне первого механизма. Из уравнений равновесия для первого механизма находим моменты на Солнце и водиле. Теперь можно определить моменты на выходном валу и элементах управления, используя дополнительное уравнение равновесия 8, 6 и 5. Сейчас на экране с зелеными стрелками показан путь момента от входного к выходному валу. Красным цветом на схеме выделены нагруженные моментом элементы. Как видно, звенья третьего механизма не нагружены. Но если вспомнить кинематический анализ, они вращаются со скоростями, имеющими определенную зависимость от скорости вращения входного вала. Для первой передачи расчет моментов оказался легким. Все значения были определены последовательно. Как будет показано дальше, некоторые передачи требуют больше времени на проведение силового анализа. Силовой анализ второй передачи, как и всех остальных, начинается с приравнивания нулю моментов, передающихся через выключенные элементы управления. Затем ищем среди дополнительных уравнений, те, которые позволят определить звенья, не передающие момент. В этот раз это уравнение 6, из которого видно, что корона четвертого механизма не передает момент. Из уравнений равновесия для четвертого механизма, следует, что все звенья четвертого механизма не передают момент. Для третьего механизма используем уравнение 1 и 3. Весь момент входного вала передается через второй элемент управления и корону третьего механизма. Используя уравнение равновесия для третьего механизма, определяем моменты на солнце и водиле. Переходим ко второму механизму. Момент на короне определяем из уравнения 7. Моменты на солнце и водиле определим из уравнений равновесия для второго механизма. Для первого механизма определяем момент на короне, исходя из уравнения 2. Моменты на солнце и водиле можно определить, используя уравнение равновесия для первого механизма. Из уравнений 8, 4 и 5 можно определить моменты на выходном валу и элементах управления Сейчас на экране показана схема передачи момента от входного вала через звенья к выходному валу при включенной второй передаче Здесь звенья четвертого механизма не нагружены Расчет второй передачи так же прост, как и для первой Переходим к третьей передаче Определяем звенья и механизм, не передающие моменты Но в данном случае для дальнейшего расчета неизвестно, какой момент со входного вала передается через каждый элемент управления Вот это поворот! Поэтому один момент обозначаем через величину А, а второй через 1-А Дальнейший расчет ведем с этими величинами, как будто они известны Используя уравнения 3 и 4, определяем моменты на Солнце и короне третьего механизма А из уравнения 16 выражаем параметр А через передаточное отношение третьего механизма Теперь можно определить моменты на втором и третьем элементах управления, а также на звеньях механизма Для определения моментов на звеньях второго и первого механизмов используем ранее рассмотренную последовательность Теперь остается определить момент на выходном валу и на четвертом элементе управления Передача момента от входного к входному валу на третьей передаче выглядит таким образом Приступаем к четвертой передаче Здесь включение элементов управления таково, что два звена из разных механизмов оказываются равными нулю Это значит, что два механизма не передают момента А исходя из расчетов для второго механизма, можно убедиться, что и его звенья не нагружены моментом А это все значит, что второй элемент управления тоже не передает момент, а только обеспечивает однозначную кинематику механизмов коробки передач Нагруженным оказывается только один механизм Определение моментов на его звеньях не должно вызвать затруднений Также определяем моменты на выходном валу и четвертом элементе управления Схема передачи момента для четвертой передачи выглядит очень простой Пятая передача, хоть и является простой в точке зрения кинематики Как вы помните, передаточное отношение пятой передачи равно единице Силовой расчет для нее является несколько труднее, чем для ранее рассмотренных передач Сразу три элемента управления передают момент с входного вала на звенье коробки передач Поэтому выражаем два момента неизвестными параметрами А и Б А третий выражаем через два первых, один минус А минус Б Далее рассчитываем третий механизм, откуда определяем параметр Б Что дает возможность переписать выражение для определения моментов звеньев третьего механизма Исключая этот параметр По привычной уже последовательности можно определить момент звеньев первого и второго механизмов Из уравнения 5 можно определить параметр А Подставляя этот параметр в равенство для трех механизмов определяем моменты на всех звеньях Как видно, при силовом анализе приходится возвращаться к пересчету моментов при введении параметров В случае, если момент с одного элемента делится на несколько потоков Из схемы передачи моментов для пятой передачи видно, что через первый элемент управления передается момент больше единицы К моменту на входном валу добавляется момент от второго и третьего элементов управления В принципе, все приемы по силовому анализу планетарной коробки передач рассмотрены Оставшиеся передачи приводятся в расширенной VIP-версии видео для спонсоров канала Инженер с уровнем приоритетный Далее ознакомьтесь с уравнениями равновесия для остальных передач Особую благодарность выражаю всем, кто поддерживает канал Инженер добрым словом в комментариях Нажатым пальцем вверх, полным просмотром видео и подпиской Также на канале Инженер доступно спонсорство В благодарность для спонсоров с уровнем приоритетный, кроме версии VIP этого видео Также выпущено видео с полным разбором всех передач Кроме этого, спонсорам доступен Excel-файл с заполненными уравнениями для проведения кинематического и силового анализа коробки передач CF9HP Поэтому становитесь спонсором и получайте дополнительные бонусы Для передачи заднего хода предоставляю сделать вам самостоятельно Для проверки или ознакомления с этим анализом смотрите видео с подробным анализом всех передач, доступное только спонсорам с уровнем приоритетный В случае отсутствия трения кинематические и силовые передаточные отношения совпадают Можно видеть, что вычисленные силовые передаточные отношения без учета трения близки к тем значениям, которые представлены производителем коробки передач CF9HP Кроме проведенного силового анализа и показанного в прошлом видео кинематического анализа, могут проводиться другие виды расчетов Например, проводят расчет теоретического коэффициента полезного действия и силовой анализ с учетом трения Также проводится анализ динамической нагруженности Чтобы узнать, как проводятся другие расчеты планетарных коробок передач, жмите кнопку подписаться И продолжайте смотреть полезные видео о технике и технологиях на канале Инженер Субтитры создавал DimaTorzok